Когда город только просыпается и готовится к новому дню, Анастасия Катышева уже в пункте сбора гуманитарной помощи. Сегодня она принесла теплые вязаные носки и перчатки. Каждый солдат, выполняющий боевые задачи в зоне СВО, должен быть одет, обутно, окормлен, защищен и уверен в том, что дома его любят и ждут. Это наши ребята, наши отцы, дедушки, дяди, братья, друзья, знакомые. Как им не помогать, если им нужна помощь? Одежду, обувь, лекарства, продукты питания. Активисты ТОС Зубчининовка начали помогать нашим бойцам фактически с начала специальной военной операции. За это время их силами, силами волонтеров и неравнодушных жителей города на Донбасс было отправлено около 45 тонн гуманитарного груза, 26 машин. Наше сообщество, оно самое первое, было в Макеевке 6 января, куда отправили груз. Плюс не только закупаем продукты питания и одежду, плюс еще УАЗ был куплен. Вы знаете, очень много пенсионеров, бюджетников помогают, ну и предприниматели Зубчининовские по сильной помощи оказывают. Координатор волонтерского движения Ирина Суфиджанова вспоминает, как ехали в Макеевку, затем в Белгород. Говорит, страшно не было, было лишь огромное желание поскорее довести гуманитарку тем, кто в ней больше всего нуждается. Уже дома в Самаре узнала, как бойцы хвалили борщ, приготовленный волонтерами по специальному рецепту. Сидим вечером на дежурстве, захотели кушать. Мы сначала не поняли, что залили кипятком. Как вы смогли сделать так, что мы за тысячи километров сидим в окопе и ели мамин борщ, который у нас приготовляет мама дома. Это же надо же, как вы все, любовь какую вложили туда. Печка самодельная, сделана в гараже. Сверху готовить можно, греться, сушить. Чтобы смастерить эту печь, нужно совсем немного. Смекалка и пустой газовый баллон. Такие конструкции в зоне СВО на вес золота, особенно в зимний сезон. На ней можно приготовить еду, высушить белье и просто посидеть рядом, вспомнив родных, близких и теплое самарское лето. Я вас обязательно, председатель ТОС, соберу, потому что опыт у всех такой очень уже наработанный и колоссальный. Во-первых, вот просто поделиться, да, кто-то может не знает, а кто-то еще не знает, кому присоединиться, как-то в своем соку вариться. И вот вы расскажете, и другие девчонки расскажут тоже, как они работают. Представители территориальных органов местного самоуправления помогают не только товарами первой необходимости. Галина Димова показывает мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей. Плетет по инструкции. Сегодня для весенне-летнего периода. Сеть должна быть заполнена на 70% и имитировать природные элементы, листвуя землю. Состоит тканевая конструкция из сплетающихся квадратов. Сначала делается змейка. И плетем. Шесть квадратиков сюда, шесть квадратиков сюда. Плетется в шахматном порядке. Одна сверху, другая снизу. Маскировочные сети скрывают военную технику и укрытие бойцов. Их делают из простой сетки, куда вплетаются полоски ткани разного цвета. Для маскировки в теплые и холодные сезоны. Одни волонтеру приносят ткани, другие режут, третий плетут. Для этих целей православный храм иконы Божьей Матери, услышав об инициативах населения, выделил отдельное помещение. Помогать едут из всех районов города и области. Здесь вот этот квадратик открытый. Квадратик допускать нельзя от девочек. Мы учим. Обязательно в этом открытом квадратике, если у нас уже четвертый, получается, оба, здесь обязательно должен быть балстучек. Одна из основных задач органов местного самоуправления – поддержка инициатив населения. Особенно, когда это касается ребят, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На сегодняшний день со стороны Министерства обороны военнослужащие обеспечены всем необходимым. Существенный вклад внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава Самары Елена Лапушкина неоднократно подчеркивал, что таким инициативам добровольческих объединений городская администрация всегда готова оказать поддержку, чтобы они развивались и дальше. Кроме того, администрация Самары оказывает помощь семьям военнослужащих, контрактников и добровольцев Самарского батальона. А сотрудники районных администраций всегда находятся с ними на связи. На всех уровнях власти, безусловно, необходимо поддерживать такие инициативы, потому что это то, что людям действительно надо, что это неоспоримо. И мы будем это делать, будем поддерживать, будем помогать. Я продолжу объезжать территориальное общественное самоуправление. Когда такая масса пожеланий накопится, конечно, мы встретимся с председателем Совета ТОС, обсудим, возможно, поделимся опытом друг с другом и будем в дальнейшем это все использовать. Объединяет неравнодушных самарцев для работы над общим делом и помощи бойцам, которые стоят на защите нашей Родины, активисты ТОС Зубчининовский через мессенджеры. В группе ЗОВ уже 3700 человек и цифра ежедневно растет. Волонтеры поддерживают связь с военными для того, чтобы понимать, что необходимо доставить в зону СВО. Для того, чтобы каждый солдат ощутил тепло родного дома, заботу, внимание, любовь и искренне верил в то, что победа будет за нами. Ольга Павлова, Константин Головин, События.